Всем привет, друзья! С вами Натали, худей на 50 кг. И сегодня у нас долгожданно 1 июля. Сегодня ровно 4 месяца, как я на правильном питании. Напомню всем, что начальный мой вес был 120 кг на 1 марта этого года. На 1 июня мой вес был 99 кг. Итак, сегодня также расскажу, сколько же я сбросила за этот месяц. Хочу поговорить о том, что какие мысли у меня по поводу моего правильного питания вообще появились. И что вообще, что бы я еще добавила, и какие бы я работы над ошибками сделала бы, если бы сейчас начинала только первое, самое главное, это уменьшение порции. Это очень важно. Даже если вы вначале начинаете, даже если у вас какой бы большой вес ни был, или у вас очень большое желание много сбросить, обязательно нужно уменьшить порцию. Пусть даже вы для начала кушаете, сейчас не бросаете ту еду, чем вы питаетесь сейчас, но вы думаете о правильном питании. Вы его можете сейчас в свое питание не бросать, постарайтесь его сейчас сократить. Сократить меньше есть, не перекусывать и еще самое главное уменьшить порцию. То есть взвешивайте. Если вы кушаете даже вермишель с подливой, например, с курицей, с мясом, без разницы, говядина, свинина, там, ну, какая-то, да, пережарка, хорошо, пусть будет так. Самое главное уменьшить порцию. Пусть будет это, предположим, 200 грамм вермишеля и 100 грамм курицы. Все. Это ваш, вот это ваша порция на раз. То есть три раза кушайте в день, и потом уже постепенно это вхождение в правильное питание, если для вас сложно сразу правильно питаться, это вхождение, это поможет вам, как сказать, да, приобрести вот эту дисциплину. Вы выработаете в себе эту дисциплину, что вы кушаете три раза в день, что у вас порция уже меньше. Может быть, вам визуально будет приятно то, что вы кушаете, то, что всегда. Но объем еды будет меньше, и ваш организм начнет уже сбрасывать вес. То есть никто не говорит, что сейчас надо прям сразу хоп и бросить всю еду, и, как говорится, питаться только корешками, овощами и грудкой. Нет. Самое главное, вот я говорю, уменьшить, это 100% уменьшить порцию. Во-вторых, не перекусывать, это 100%. И третье, как говорится, сокращать объем еды, пить больше воды. Если у вас даже где-то вот здесь, или вот здесь, на чего подсказывать, что вы хотите кушать, но вы понимаете, что вы не так давно ели, попейте водички. Бывает, организм требует от вас того, что он, может быть, даже и не хочет есть. То есть просто вы так воспринимаете, и, конечно же, просто попейте воды, горячего чая, травяного чая. Я сейчас полностью на травяных чаях. То есть я сейчас пью чагу с ромашкой, с табрецом. То есть, ну, по-разному что-то бывает. Ну, вот сейчас чагу именно пью. Пью витамины. Витамины я пью... Сейчас скажу, какие, да? Псилю, по-моему. Там он с подорожника, ну, как из подорожника, да? Потом у меня идёт... Вот, знаете, это сразу в голове, наверное, да, не вспомнится. Я пью омега-3. И я пью ещё третье. У меня это коллаген. Коллаген идёт с витамином С и гиалуроновой кислотой. Вот это я сейчас пью. Гиалуроновую кислоту. Ой, нет. Коллаген я повторяю. Заканчивается повторяю. Псилюм я, скорее всего, не буду повторять. Омега-3 я буду пить. То есть я покупаю и буду пропивать. Но у меня вот только первая упаковка, которая ещё не закончилась. Вот. Там, по-моему, на три месяца, если я ошибаюсь. По поводу, хочу вам сказать, по поводу всех БАДов и всего остального, что пишут для похудения. Нет. Ничего не помогает для похудения, пока вы не начнёте правильно питаться, либо, ну, сидеть на каких-то диетах. Ну, то есть верить в том, что... Как сказать? Придёт чудо? Нет. То есть чудо не придёт. Самое главное, вы должны понимать о том, что если вы пьёте какие-то БАДы, вот тут где-то у вас срабатывает, что вам кажется, что... Да, бывает, конечно, я вам могу сказать из собственного опыта. Мне было... Ну, примерно лет 10 назад, хорошо, там не буду говорить, сколько мне было, ну, примерно 10 лет назад я покупала лично в аптеке таблетки, которые способствовали моему похудению. Похудению в чём? Блокировали желание кушать. Вот это было, 100%. То есть худела я не от того, что от самих таблеток, да, как я имею в виду, что они способствуют похудению, а они способствовали желанию поесть. Я сейчас, на данный момент, не захотела бы повторить этот... Как сказать, да? Потому что я могу сама, в принципе, себе... Всё, рот закрыла, и мы не едим. Самое главное, в нас живёт вот этот венум, который нам подсказывает, давай ешь, давай там ещё что-то... Нет. Я начала дружить со своим венумом, которому я сказала так, мы едим ровно то, что я тебе скажу, другого мы ничего не едим. То есть даже куда бы я ни уехала, какую поездку, всё я либо беру с собой, либо если даже куда-то бы я сейчас уехала, я бы питалась бы, может быть, опять же, какой-то рыбой, опять же, птицей, овощами, и самое главное, я бы питалась мелкими порциями. И это было бы тоже замечательно. То есть это никак бы не повлияло на изменение моего веса. Это самое главное, потому что если вы едите немного, вы не будете набирать. То есть мне нравится, когда мне пишут, да, например, я вот ем всё правильно, но не худею. Нет, значит, вы неправильно что-то делаете. Если вы будете всё делать правильно, у вас будет вес уходить. И вес, когда стоит, может быть, конечно, какие-то моменты, когда, да, у меня тоже бывает, что я две недели, ну, может быть, полторы-две недели взвешиваюсь, и у меня раз там вес, например, килограмм только уходит, но не прибавляется. Но, опять же, значит, я где-то перебор делаю в калориях, поэтому вес стоит. Если бы я сказала бы, что я ем только пью воду и ем капусту, и вес не уходит, тогда бы да. Но здесь, как говорится, значит, где-то я где-то согрешила в плане того, что перебор в калориях в плане, там, надо было порцию поменьше. Ещё, кстати, многие, наверное, знают, у меня был марафон с первого мая, почти он продлился у меня два месяца, вот, потом я просто, ну, как, посчитала, что два месяца достаточно для того, чтобы его можно было закрыть. Дичонки сделали, в принципе, отличные результаты. Я знаю, что за месяц многие восемь килограмм сбросили, чуть меньше, но в любом случае молодцы, они каждый день мне скидывали три раза в день свое питание, вот, я считаю, что они тоже много заслужили, достойны, и всё у них получится. В принципе, самое главное, что они уже пошли по этому пути и начали правильно питаться, потому что, грубо говоря, вот такое количество пришло на марафон и, скажем, в нём вот так уменьшалось, то есть, это опять же, это те, кто не хотел, ну, то есть, вот это вот интерес больше был всего, но вот эти первые дни, когда записались, вот это, начали отписываться от этого марафона, всего остального, те самые стойкие, тем, которым на самом деле нужна была помощь и те, которые хотели этого, они остались, и я считаю, что они прям очень многого добились, и самое главное, что они для себя победители, и для меня победители, и для себя они победители, это 100%, вот, по поводу того, что я очень считаю, что проблема именно переедания, это в голове, это 100%, это психология, я думаю, что у меня, кстати, от переедания, от всего остального, я сейчас расскажу, я, у меня есть огромная дурацкая привычка, которая идет с моего детства, я грызу ногти, вот вы не поверите, ну, да, я понимаю, что может быть, ну, не каждый об этом говорит на камеру, но я грызу ногти, и с этим я вообще ничего не могу поделать, то есть, вот такая вот у меня, ну, есть проблема, и я думала, что именно, да, как говорят, худой человек, это злой человек, а толстый, это добрый, ну, нет, я, конечно, так не считаю, но в любом случае, могу так сказать, я поняла теперь, почему я грызла ногти, у меня я сгрызала их полностью в ноль, прямо вот в кровь, в мясо, то есть, у меня просто пальцы были просто кусок, просто вот, вот, прямо вот такими, вот, как говорится, да, язвами, скорее всего, из-за того, что я переедала, и психологически я это все воспринимала в переживаниях, и я этого даже сама не понимала, у меня начинался вот этот вот нервный вот этот вот стресс, вот это все, я как, не знаю, да, как вот есть заедание, а есть вот загрызание, вот, во-вторых, что у меня улучшилось от правильного питания, это сахар, раньше сахар был не очень стабилен, вот, сейчас я заметила, что сахар стал прям стабильный, то есть, ну, как я имею в виду, что, так как я не ем ничего сладкого, и из-за этого мне нравятся мои показания по поводу сахара, что мне еще нравится, я не знаю, есть ли у кого-то такая привычка, не привычка, а проблема, у меня началась проблема, ну, так как у меня очень сухая кожа, и мне приходится каждый раз ее увлажнять, проблема еще в том, что у меня очень сильно начали сохнуть локти, безумно сильно, то есть, это даже не очень красиво, и эстетично, и еще больше, это не очень приятно, любую кофту, которую одеваешь, начинает вот здесь цепляться, и, то есть, я хожу в толстовках каких-то, да, там, соответственно, не 100% хлопок, я это все чувствую, все это цепляется, зимой, это еще дискомфорт, очень сильно трескается, я чувствую, что они у меня пощипывают, то есть, особенно, когда кремом намазываешь, они очень сильно щипят, и вы не поверите, что я начала замечать, что у меня такая проблема уходит, мне это очень нравится, да, то есть, по поводу того, что, ну, плюсы, да, вот именно в правильном питании, что я могу еще сказать, чтобы я, может быть, изменила, сейчас я стараюсь в обед не кушать, это тоже важно, не потому, что я что-то, да, не хочу, а именно, бывает, времени нету, и я такая думаю, ладно, могу и без обеда, в принципе, обойтись, потому что, я еще раз повторю, я очень поздно кушаю, первый мой завтрак происходит, бывает, в 11, бывает в 12, раньше особо не помню, чтобы я кушала, поэтому, в принципе, того, что я в 12, кушаю, потом я кушаю на, уже, ужин, например, часов в 6, поэтому, мне, в принципе, отлично подходит такой вариант, сейчас жарко, у нас жара начинает возвращаться, сейчас у нас 35 градусов, в принципе, мне нравится в состоянии, ну, даже не голода, а вот, вот, знаете, когда, сейчас, может быть, многие меня поймут, когда желудок набит, и вот это вот состояние, как будто ты мешок какой-то носишь за плечами, или вот здесь впереди, да, то есть, просто вот, в моем случае мешок, да, больше 20 килограмм, и вот ты ложишься, хоть лёжа на спине, хоть сидя, вот этот вот мешок, вот он впереди даже не проваливается, да, а мне сейчас даже нравится, когда я лежу на спине, у меня желудок проваливается, как говорится, да, в позвоночнику, и мне нравится это состояние, понимаете, мне нравится пребывать в этом состоянии, я не пропагандирую голод, или не есть, я очень люблю мясо, вот, и все видят, что я не варю продукт, то, что ем, да, то есть мне нравится это всё на сковородке запекать, только под пергаментом, на пергаменте, да, вот так под крышечкой, как типа тушение, вот такое, но в любом случае, мне нравится это состояние, того, что продолжим, у меня тут такие были технические перерывчики, а муж пришёл, нужно было пакет забрать, вот, и поэтому я считаю, что в любом случае, состояние, это приятнее, чем когда переедаешь, во-вторых, себя очень сильно винишь, в том, что ты опять наелся, и поэтому, мне нравится, даже в поездку, я брала с собой, завтрак, то есть, да, блин из яиц, там, с грудкой совсем, потом я брала ужин, и в обед у меня был, там, хлебец, и орехи, да, 30 грамм орехов, 35, поэтому, я приехала, в принципе, с поездки, и, ну, скажу так, да, что я сбросила, ничего я другого не покупала, единственное, я хочу сказать, что кто-то в поездку, можно также в поездку делать, завтраки, можно где-то в кафешках останавливаться, просто брать, опять же, грамм, пусть будет даже грамм, 150 курицы, пусть на гриле, опять же, без соуса, без всего, но это также будет нормально, перекус, поел, ну, не перекус, я имею в виду, что поел, что ты нормально наелся, и в то же время, ты не прибавил, как говорится, в весе. Так, сразу скажу, да, сейчас мой вес на 1 июля 94 килограмма, я считаю, что 5 килограмм за этот месяц отличная сбросила, мне все нравится, и, конечно же, конечно же, да, давайте честно скажу, конечно, когда я смотрю в зеркало, ну, я еще не вижу то, что я хочу, да, мне кажется, ну, мне не кажется, я уверена, что я еще очень толстая, но у меня нету такого бзыка, как у многих, да, когда они у них 35 килограмм веса, или 40, и они говорят, блин, у меня вот толстая, нет, нет, ну, я трезво смотрю, как говорится, правде в лицо, и вижу, что еще вес такой, что 94, это, ну, многовато, ну, конечно же, то, что было, как, знаете, ну, на фоне того, что уже было 120, кажется, конечно, классно все это, уже потихоньку приходишь в какую-то форму, футболка, вы видите, та же, которая изначально, да, со мной идет дальше, вот, я ее стараюсь только одевать для видео, то есть, может быть, раз-два я одевала ее куда-то одевать, я уже потихоньку приобретаю вещи, платья, вы видели, да, там какие-то, то есть, меня это уже радует, я подстриглась, сразу скажу, что длина волос, это сейчас, ну, не мой предел, но, объясню так, у меня во время беременности второе, были длинные волосы, то есть, это были, да, там, ну, грубо говоря, по пояс, и когда я родила, то есть, после того, как все, да, как говорится, приехала домой, через какое-то время я решила их отстричь, а так как ребенок маленький, я не могла его оставить надолго одну, ну, как не одну, я имею в виду, что не могла ее от себя, да, как говорится, куда-то так поехать, чтобы она осталась без меня, я приняла решение, что я быстро, сейчас ножничками, хоп, себе сейчас, ну, и, конечно же, все пошло наперекосяк, это все пошло как-то криво, косо, все, не, это, и попросила дома своих подровнять мне кончики, чтобы было более-менее правнее, ну, и, соответственно, мне подровняли, еще больше обрезали, все неровно, пошла в трикмахерскую, так как ребенок уже сейчас чуть-чуть постарше, и, соответственно, подровняла, ну, уже длина, хочу, чтобы через месяца два-три будет вот длина более-менее, то, что мне нравится будет, собираюсь пока отращивать волосы, пока не собираюсь их больше там стричь, вот, перекрасилась, ну, уже, видите, не первый месяц в черный, вообще, всегда, это после вторых родов, что-то меня переклинило, я перестала краситься в черный, в коричневый, начала выводить черный, сейчас опять вернулась, вот, и давайте сейчас, наверное, да, я вам покажу, как я выгляжу, ну, в принципе, на видео многие видели, но, в любом случае, я покажу сейчас, как на видео, я буду выглядеть со своим 94 весом, ну, и давайте посмотрим, в любом случае, как вам результат, пишите, и, конечно же, пишите свои вопросы, всегда буду рада вам ответить. Субтитры сделал DimaTorzok